Ранним утром в Щелковском районе стартовало предварительное голосование. Ровно 8.00 для жителей своей двери открыли 23 счетных участка. Не первый год партия «Единая Россия» проводит праймерис. Однако впервые настолько массово привлекаются жители. В этот раз за претендентов, желающих принять участие в выборах в Московскую областную и Государственную думы, мог проголосовать каждый совершеннолетний житель нашего района. Почему я решила? Потому что я считаю, что это мой долг – прийти и проголосовать. Чтобы люди после уже еще раз пришли проголосовать, уже будем знать, за кого мы голосуем и кто нам будет дорого. Сегодня еще отдельный праздник, я впервые голосую. И я считаю, очень важно сегодня, особенно молодежи, прийти и сделать свой выбор, потому что сегодня определяются кандидаты от партии «Единая Россия», которые будут представлять партию на выборах в Московскую областную думу и в Государственную думу. Много людей пришло на праймерис. Вот лично я благодарен людям, которые пришли и проголосовали за лучшую кандидат, который они считают, который готов представить их интересы и в Московской областной думе, и в Государственной думе. И вот исходя из ситуации, мы должны все понимать, что это не просто такая большая явка, это доверие людей. Голосование проходит в деловой обстановке, явка высокая, люди идут, интересуются, читают стенды. В общем-то, нормально проходит в таком штатном, хорошем режиме. С самого утра жители Щелковского района активно подключились к голосованию. Именно их мнение, как реальная картина рейтинга кандидатов, является основной целью праймерис. Ведь на основании предварительного голосования будут формироваться списки кандидатов на выборы в Московскую областную и Государственную думы. Это возможность уточнить программу тех, кто идет на выборы, потому что никто лучше людей, жителей города, района, деревни, области, страны, никто лучше не сформулирует те задачи, которые нужно решать, то, что наболело. Мы, не начиная еще выборную кампанию, можем вникнуть все проблемы и на территории, и во всех сферах деятельности. Это достаточно новая форма, и это значит, что доверие людей, доверие людей к тому, что они хотят выбрать действительно народных кандидатов. Тех людей, которым они доверяют, тех людей, которых они уже проверили, допустим, депутатской деятельностью, которые достаточно активно работали в своих округах. Либо, может быть, тех людей, которым они определяют кредит доверия. Участки были оснащены всем необходимым, в том числе прозрачными урнами и кабинками для голосования. От многих участников праймерис и общественных организаций присутствовали наблюдатели. Они положительно отметили отсутствие нарушений. Мы приехали посмотреть, как проходит предварительное голосование в поселке Биокомбинат Щелковского района. Я хочу сказать, что все здесь проходит хорошо. Активность людей очень высокая. Все сделано для того, чтобы прошло в хорошей обстановке, в доброжелательной. Я абсолютно не наблюдаю никаких здесь нарушений. Здесь и вижу хорошую работу комиссии счетного участка, и радует хорошую активность жителей поселка. Единая Россия, единственная из партий, решила посоветоваться с народом, кого же все-таки выбрать, как говорится, свои соратники. И мне очень приятно, что очень активно население приходит, голосует. Счетные участки работали в течение 12 часов до 8 вечера. Результаты предварительного голосования мы опубликуем в ближайших выпусках программы события.